Перемены ожидаются и в сфере бизнеса. Так, Министерство нации экономики предлагает запретить государству участвовать в организациях, которые относятся к малому предпринимательству, а также создавать их. Об этом сообщил вице-министр, представляя в Можелисе проект закона. Документ касается ограничения роли государственного участия в этой деятельности. И это еще не все. Какие изменения планируют внести в закон? Смотрите в нашем сюжете. В разработке этого законопроекта, кроме Министерства нации экономики, приняли участие сами предприниматели и управляющие холдингов. В результате документ, предусматривающий ограничение участия государства в бизнес-секторе, представили депутатам Можелисом. Разработчики уверены, что новые поправки смогут улучшить деловой климат, в особенности малого и среднего бизнеса. Нормы, введенные в законопроект, ограничивают создание дочерних структур госкомпаниями и усиливают роль антимонопольного ведомства. В частности, каждый новый вид деятельности, который планируют вести компании, должен быть согласован с антимонопольщиками. Задача антимонопольного органа – это развитие конкуренции. И мы полагаем, что передача квази-государственных компаний в конкурентный сектор – это и есть непосредственное исполнение функции антимонопольного органа по развитию конкуренции. Депутатов смутили несколько пунктов документа. Это создание компании по решению правительства и принудительная ликвидация объектов с долей участия государства. У нас есть медицина, есть государственная медицина, есть частная. Мы все больницы будем выпивывать АО и приватизировать. Образование есть, так сказать, две формы. Отдельные случаи, в которых предусмотрено создание госкомпаний и дочерних структур, все же прописаны в документе. Однако пункты, позволяющие участие государства, скорее всего, будут дополнены в ходе пленарного совещания, на котором планируется более детально разобрать новый законопроект. В настоящее время это почти 7 тысяч организаций. Значительная их доля представлена в социальном секторе.